Рейдс от спасения. Самая актуальная и сложная активность на данный момент игры. 6 стражей, 4 испытания, эксклюзивные награды, но часы превозмогания. Давайте посмотрим, как его пройти. Привет, страж, меня зовут... Ради Лени, и это канал Трипл Вайп. Да, я не выспался, долго сидели на стриме, но всё же подвижки есть, так что значит есть что рассказать и дорогому зрителю. Разбор этапов квеста будет в несколько роликов, собранных в один плейлист. Всё как обычно. Сегодня первый этап. Что нужно знать при подготовке на рейд? Среди зрителей много новичков, так что проговорю всё самое банальное даже. Проходится квест только командой из 6 человек, подбора игроков нет. С каждым пройденным этапом рейда вы будете получать мощную награду. Также среди награды любого рейда есть эксклюзивный рейдовый экзотик. Мощная пушка, получить которую можно только там. О ней я тоже расскажу, видео уже в работе. Рекомендуемый уровень силы на рейд 940. Но первый этап, о котором мы сегодня поговорим, можно запросто пройти и с меньшей силой. Достаточно будет 920 или может даже слегка меньше. Из рекомендуемого оружия... Давайте так. Я играл с горной вершиной в первый слот. Во втором слоте у меня был пистолет-пулемёт-паук-отшельник. А в третий слот я взял шёпот червя. Да, эта снайперская винтовка снова актуальна. Так что, наверное, скоро стрим запущу. И помогу выбить её тем, у кого её нет. Пиши в комментариях, если надо. Если у вас нет этих пушек, подойдёт другой набор. Например, возьмите любую мощную снайперскую винтовку в первый слот. Автомат, импульсную винтовку, пистолет-пулемёт или револьвер во второй. Главное, чтобы на них был пустотный урон. А в третий слот подойдёт гранатомёт, пулемёт или любое другое оружие, с которого вы будете как можно скорее выносить гигантских циклопов на большом расстоянии. Можете взять снайперку Дарси в третий слот, если есть тут её фанаты. Что нужно заметить отдельно, так это то, что на этом этапе будут мобы с перегрузочными щитами, пробить которые можно только при наличии мода с одноимёнными патронами на вашем оружии. Получить его можно из артефакта, а устанавливать его лучше в автомат или пистолет-пулемёт. По саб-классам и классам строгих или обязательных рекомендаций нет. Этот этап довольно простой, так что особо комбинировать подклассы тут не требуется. Разве что охотники со стрелой-связкой вам не помешают и варлоки с кладезем, а в остальном экспериментируйте сколько душе угодно. Итак, рейд располагается на луне, вы прорвались во врата чёрного сада и оказались на стартовой локации. Тут зависла в воздухе большая гидра, и нет, её не нужно убивать, внезапно. Задача всего энкаунтера пройти через 4 силовые двери, первую вы увидите справа. Как и на каждой двери, на этой висит замок, а вам нужно найти ключ. Чтобы это сделать, вам нужно обнаружить на карте вот этот висящий сверху куб. Некоторые называют его оракулом, некоторые реликом. Мы называли его ключом. Итак, как работает ключ? Как цепь с замыканием через стражей. Не бойтесь, больно не будет. Для начала этапа выстраивайтесь в шеренгу от ключа к замку, в которой ближний к ключу игрок должен пострелять по нему для того, чтобы впустить поток. Дверь открыта, начинается этап. Кто куда бежит и что делает? Давайте так. Команда делится на две тройки. Одна тройка остается после запуска задания в первой комнате, вторая заходит во вторую. Как видно на геймплее со стрима, я во второй команде. Но прежде чем я расскажу о своей роли и о том, что делает вторая тройка, объясняю, что делает первая. Им нужно дождаться, когда гигантская гидра в случайной точке локации плюнет специальный баф. Баф этот, сюрприз-сюрприз, нужно подбирать одному из игроков. На его экране сразу появится обратный таймер на 2,5 минуты. Сейчас на геймплее я показываю, как это выглядит, но на примере второй комнаты. Суть в том, что этот баф, вальтаическое переполнение, всегда должен быть как минимум у одного игрока в вашей команде. И если хотите, сохранение бафа это главное условие вашего продвижения вперед. Так что первая команда после открытия первых дверей остается внутри первой комнаты и ловит баф. Один и тот же игрок не может взять баф повторно до истечения своего таймера, но после смерти игрока баф сбрасывается. Теперь ко второй команде. Как только открывается дверь, я забираю циклопа вдалеке и спрыгнув вниз, контрю двух снайперов, хоп-гоблинов. Это очень важно сделать, поскольку именно эти три моба могут точечно ваншотнуть вашего стража или снять больше половины здоровья. Внизу у вас как раз будет встречать тот самый минотавр с перегруженным щитом. У нас в этот момент один игрок ставил кладезь, и те, у кого есть мод на пробитие этих щитов, сбивали защиту с моба. Убиваете минотавра и проходите дальше. После того, как все мобы будут зачищены, появится гидроангельская сущность. Сносите ее и ищите зависший в воздухе ключ. Такой же куб, как на первой локации. Выстраиваетесь в цепочку и открываете следующую дверь. И еще один момент. Для выстраивания практически любой цепи на этом этапе достаточно от трех до четырех стражей. Смотрите доступное расстояние по уровню натяжения цепи. Если полоска, соединяющая вас с напарником белого цвета, то вы можете продолжать растягивать ее до красного состояния. Красная линия будет работать, но предупреждает вас о том, что скоро порвется. Так что не бойтесь искать удобного положения и оптимальной расстановки. Как только откроете вторую дверь, можете кричать первой команде, чтобы они бежали к вам и проходили в следующий зал. Они бегут, а в вашей комнате в этот момент появляется та же самая большая гарпия и также спаунит баф. Первый игрок из вашей тройки берет этот баф и вы продолжаете зачищать свою комнату от появляющихся врагов. Вторая тройка уже в третьей комнате очистит всех противников внутри, а мы ловим следующий баф. Как только я беру баф, я присоединяюсь к первой тройке в следующем зале, помогаю им с мобами и открываю вместе с ними дверь в следующий зал, он же последний. К этому моменту последний игрок из второй тройки уже также присоединяется к нам и мы заходим внутрь. То есть тройки зачищают залы и ловят баф, чередуя очередь. Первая команда нечетные залы, первый и третий, а вторая четные, второй и четвертый. В четвертом зале как только откроется дверь, смотрите наверх и забирайте циклопа на высоте перед вами. Он может очень быстро снести нескольких игроков, так что сразу дайте по нему залп. Итак, одна тройка в третьем зале, вторая в четвертом. Тут последняя дверь, на ней аж три замка, но все три можно открывать цепью из трех игроков. Один ключ справа от пропасти, он к правому верхнему замку, второй ключ по центру, он к нижнему замку, а третий слева, он к оставшемуся верхнему. К моменту открытия дверей остальные игроки должны уже прибежать на место и у кого-то должен быть баф на минуту или больше, на всякий случай. Дальше вам нужно бежать, по большому каменному мосту, стене, короче бежать и выживать уворачиваясь от огромных циклопов. Параллельно гарпия продолжит спаунить баф, так что громко озвучивайте кто какой возьмет и ловко цепляйте его на бегу. У меня дебаф, я ничего не буду сделать, тебе буду концу. Я это беру. Делать это должны игроки без бафа на руках, будьте внимательны. Зачем так рисковать? Затем, чтобы продлить жизнь команде. Если никто не будет подбирать тут баф, то команду скорее всего вайпнет. Если вы доберетесь до конца, слева появится сундук с наградой, а значит вы прошли первый этап. Поздравляю! Забирайте свой лут и прыгайте вниз. Дальше вас ждет еще джамп пазл, то есть прыжки любимые и три этапа рейда. Кстати, тут есть еще один секретный сундук. Из него может выпасть как рейдовый шмот, так и рейдовые моды. Так что сейчас на геймплее я показываю как до него добраться. А сам пока прощаюсь с вами. Спасибо за просмотр. Не забудь подписаться на канал Страж. И до связи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok